Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Если герой мультфильма действительно подобрел и продолжил работать почтальоном, то у работников единственного почтового отделения в какую финал получился более чем грустный. Их ежедневный труд закончился коллективным заявлением на увольнение. Не подарить конверты, не улыбнуться, не поговорить о жизни. Как рассказывают пенсионеры, для них почта была отдушенная, чего о своей работе сами почтальоны сказать не могут. Теперь уже экс-начальник почтового отделения Марина Танких откровенничает. Работники устали. Желание написать заявление зрело давно. Один из факторов, почему работники почты пошли на отчаянный шаг – нищенская зарплата. Так, у нас почтальоны были на 0,8 ставки, получается. Потом сокращение было, у них еще было 0,6 ставки. И за 0,6 ставки, получается, у них та же самая работа, вся же оставалась, нагрузка вот эта. А если в денежном привиленте, это сколько? Ну, у них получалось от 13 и до 15 выходило. А в месяц? Еще одна ложка дегтя в чашу терпения почтальонов. Разнося ту же пенсию или корреспонденцию, немаленькое расстояние они преодолевали на своих двоих. У нас поселок очень длинный расположение. Большой поселок. У нас поселок городского типа почта. Ну, уставали? Тяжело, да? Ну, конечно, и ноги болели. И дома у нас ругались, что мы сами носим пенсию, чтобы сидели дома. Здоровья никто не вернулся. Всего уволились 4 сотрудника. Помимо выдачи пенсии и разноса корреспонденции, работа была и в самом отделении почты. Работники по объективным причинам не могли выполнить план, который от них требовали постоянно. Ну, мы не выполняли планы, потому что у нас люди отказывались. Ну, как-то так. Люди отказывались от чего? Ну, допустим, подписку выписывать, что очень дорогие газеты. Там план, что у нас магазины тоже свои ездят. Дешевле можно этот товар купить. По средам и субботам выдавать пенсию будут теперь сотрудники почты из Нерчинска. За всеми остальными услугами жителям Кокуя ехать придется в Сретенск. Например, отправить или получить те же посылки. Вот вчера задают вопрос, в какой наболевшем. А в Сретенске можно получить посылку? Там сказали нет, там еще не разобрали. Там вал посылок Кокуйских, он туда в Сретенск перевалил, и там не могут разобрать. Люди съездили, вернулись обратно. В Сретенск мотаться на чем и как? Когда у нас единственный раз в неделю ходит поезд на автобусе, не каждый сможет ехать в таком возрасте уже и состояние такой здоровья. Здесь все, по-моему, давно уже делалось для того, чтобы эту почту закрыть. Во-первых, все время сокращались почтальоны. Уже в последнее время почтальонов не стало. Куда эти деньги по штатному расписанию, которые положены, девались, не знаем. Потому что оставшиеся получали также по полставки. Жить в Кокуе с каждым днем становится все сложнее. Какие были предприятия, уничтожены. Нас лишили предприятия. Продали его за копейки, абсолютно копейки. Корабль дешевле, чем иномарка машины. 3,5 тысячи работало. Нас лишили кассы железнодорожные. Нас лишили банкомата. Сейчас лишили почты. В Амурской области строят почтовое отделение. Где-то реконструкцию проводят. А у нас раз и все. Нет крупнее населенного пункта в районе, как поселок Какуй. Сидит губернатор, мне обидно, и докладывает президенту о благополучии полном. Просто диву даешься. Цветание Забайкальского. Да, да, да. И говоришь, что он... И потом желают вопрос, а он, губернатор-то, живет в каком... В другом Забайкальском крае или в нашем, да? Мишенью здесь стали и простые работяги, а именно полсотни сторожей, охраняющие дошкольные и школьные учреждения Какуя и Сретенск. Кстати, чем закончилась эта история, расскажем уже скоро. Тем временем глава региона Осипов надеется пройти на второй срок, чтобы, цитата, «продолжить делать добрые дела». Истинные же его цели предельно ясны всем, кто следит за деятельностью Осипова в кресле руководителя края. Что касается почты, то, как нам известно, сейчас активно ищут новые кадры. Видимо, тех, кто согласится работать за копейки. А после Осипов бодро отчитается, что в Забайкале почти все достойно зарабатывают. Что-что, а язык у Александра Осипова, как многие уже поняли, подвешен как надо. Анжелика Панибрашина, Павел Шухлеев, ЗАПТВ.